Друзья, всем привет! Сегодня мы попытаемся сравнить два настоящих высококлассных кинотеатральных проектора, которые без преувеличения можно назвать легендарными. Эти монстры проекционных технологий были флагманами в недавнем прошлом. Если на старте продаж позволить их себе могли далеко не все, то в настоящий момент они стали относительно доступны на вторичном рынке и все еще способны дать прикурить многим из современных собратьев. Видео получилось продолжительным, тайм-коды вы найдете в описании. И, друзья, для наилучшего восприятия советую смотреть ролик на большом экране. Располагайтесь поудобнее, заваривайте чаек, начинаем! А начнем мы с небольшого экскурса в историю. DILA или Direct Drive Image Light Amplifier – это одна из разновидностей технологии L-Cost, продвигаемой компанией JVC в своих проекторах. Корни этой технологии лежат в исследованиях 70-х годов, а начало ее прикладного использования и массового внедрения в проекторы началось с 90-х. С тех пор портфолио проекционных матриц на базе DILA динамично расширялось, появился ряд интересных решений для профессионального применения в составе проекторов инсталляционного класса. К примеру, мало кто знает, что уже в 2004 году у компании была большая 1,7 дюйма матрица с разрешением 4К, а к 2008 появилась полноценная 8К матрица на 1,75 дюйма. Параллельно домашнему сегменту в JVC развивает и профессиональный, в котором можно встретить проекторы, внешне идентичные тем, что мы привыкли видеть в потребительской линейке. На просторах интернета их можно идентифицировать по приставке VS в названии модели. Нас же интересует в первую очередь сегмент домашний. И развитие его я предлагаю начать с серии X, поскольку эти проекторы в сравнении с решениями предыдущих лет обдавились рядом технических нововведений и все еще востребованы на вторичном рынке, поскольку даже по современным меркам предлагают отличное оснащение и выдающийся нативный контраст. X-линейка берет свое начало в 2010 году, когда были представлены первые три модели X3, X7 и X9, в новеньком, на мой взгляд, очень удачном с точки зрения дизайна шасси, которое в течение 12 лет применялось без изменений. Общими для проектора в JVC X-серии базовыми параметрами являются источник света, он реализован на базе лампы, разрешение DILA панелей 1920х1080 и наличие активного 3D. И если первое поколение проекторов осуществляло вывод изображения в том же Full HD, то с 2011-го впервые была имплементирована технология Ишистка 4К, несмотря на то, что проекторы пока не умели принимать на вход сигнал в 4К. Это произошло в 2013 году с переходом на трезначный нейминг, в частности с появлением моделей X500, X700 и X900. Вместе с тем вывод в разрешении 4К был ограничен возможностями HDMI, и на частоте 60 Гц поддерживался лишь 8-битный цвет и урезаный хром. В 2015 году в проекторах уже четвертой версии Ишифт ушла проблема пропускной способности HDMI, появился DCI-фильтр в старших моделях, также поддержка HDR, правда появилась она с обновлением 2016 года. Следующая генерация отличалась наличием режима с низкой задержкой. И наконец последнее X-овое поколение могло похвастаться автоматическим переключением в режим HDR и подачи соответствующего сигнала. В наименовании модели JVC легко запутаться. В каждой строке этой таблицы указаны варианты наименования модели для различных рынков, а также год выпуска и окончания продаж. Например, модель RS6710, RS67 и X900 – это по сути один и тот же проектор. А вот основные отличия всех проекторов линейки. И в дополнение данные о поддержке некоторых функций, в частности DCI-фильтра, LLM-режима низкой задержки и HDR. Отличный гайд для поиска проекторов на вторичке. Наследниками X-ов стали проекторы линейки N. Ключевые изменения – это матрицы с нативным 4К, совершенно новые шасси, поддержка с динамического тон-маппинга и 8К и Shift у старшей модели NX9. На картинке показано сравнение моделей по основным параметрам. Новый конструктив принес и новые детские болезни, в частности, плохо оптимизированный световой путь и, как следствие, низкий анти-контраст. Несмотря на это, переход с X-овых моделей на эти новые проекторы был для многих владельцев вполне логичным шагом. Ввиду все еще хорошего он-офф-контраста, возросшей четкости детализации, динамического тон-маппинга и ряда других полезных нововведений. В 2022 году в продажу поступили первые проекторы новой генерации, получившие приставку NZ. За исключением младшей модели NP5, эти проекторы получили лазерный источник света, улучшенную обработку HDR, 48-гигабитные HDMI-входы и обзавелись поддержкой в разрешении 8К при частоте 60 Гц. А также режима 4К 120 Гц для геймеров. Интересное нововведение касается и функции eShift. В модели NZ7 она работает по принципам аналогичным X-линейке, т.е. Shift 2-кратный. В то время как в старших NZ8 и NZ9 и Shift X это 4-кратный, что позволяет проецировать 35 миллионов отдельных пикселей. Это полностью соответствует разрешению 8К. Следует упомянуть о том, что старшие проекторы новых линеек могут похвастаться более крупным 100-мм объективом. Неочевидная с точки зрения спецификации, но существенная доработка JVC-NZ касается оптического блока. Практически родовая болезнь проектора в JVC, с которой столкнулись многие владельцы, заключается в возникновении так называемых призраков, внутриоптических перетражений, приводящих к появлению копий фантомов ярких объектов на темном фоне. В NZ-серии эта проблема была наконец решена, за счет чего вырос и контраст по ANSI. Варианты наименований N и NZ, модели проекторов и другие данные показаны в таблице, выходя за рамки хронологии появления проектора в JVC. Нужно отметить еще один необычный проектор, увидевший свет в 2016 году. Это JVC Z1, он же RS-4500. Это первый 4К проектор от JVC в домашнем сегменте. Фактически на нем были отработаны технологии, внедренные позднее в проекторах N-серии. Это нативные 4К-матрицы и лазерный источник света. Господа, вся показанная ранее информация по проекторам JVC у меня есть в виде единой таблицы. В ней, помимо показанных здесь позиций, есть и другие сведения, в частности реальные замеры лонов контраста из опубликованных тестов и ссылки на эти тесты, а также цена проекторов на выходе. Данные заполнены не до конца. Если среди зрителей есть заинтересованные в получении этой таблицы, напишите об этом в комментариях. Если она будет востребована, работа над ней будет продолжена. Бренд SIM2 в первую очередь ассоциируется с технологией DLP. По этой причине немного коснемся темы DMD-матрицы. Как известно, сердцем DLP являются микрозеркальные чипы DMD. Они используются в подавляющем большинстве кинозалов и занимают приличный сегмент домашних проекторов. Ключевым параметром в DLP-проекторе, как ни странно, является размер матрицы. Здесь уместно провести аналогию цифровой фотографии, где размер матрицы также является определяющим фактором, напрямую влияющим на качество фото. Оказывает влияние на результат, по всей видимости, совокупность факторов, площадь микрозеркала, расстояние между ними и угол их отклонения. Со всей уверенностью можно утверждать, что эти параметры, наряду с такими вещами, как световой путь и объектив, непосредственным образом влияют на результирующую контрастность проекторов. И по этой части в индустрии наметилась тенденция к даунсайзингу. Размер матрицы уменьшается. Беселлеры десятилетней давности в классе бюджетных проекторов, например, всем известный BenQ 1070, создавались на базе матрицы 0,65 дюйма, а современные DLP-проекторы для домашнего кинотеатра по большой части содержат на борту 0,47 дюймовые матрицы. Если говорить о массовых китайских ультрабюджетниках, то там используется матрица 0,47 до 0,33 дюйма и даже меньше. Для наглядности на этом изображении можно оценить разницу в размерах матриц, причем здесь не представлены коммерческие DMD-чипы размером более дюйма. В high-end DLP-проектор прошлых лет, в коем относится SIM2 Lumis, массово применялся чип размером 0,095. Помимо SIM2, на таких чипах создавались высококлассные проекторы следующими компаниями. Возвращаясь к современным моделям, рост спроса на 4К и нежелание Texas Instruments пропускать такие матрицы в домашний сегмент привели к появлению технологии XPR – оптического сдвига. И две наиболее распространенные его реализации вы видите на экране. Даже очень дорогие проекторы от того же SIM2 выпускаются сейчас на таких матрицах. А ассортимент современных DMD выглядит так. Сюда, помимо матриц, о которых мы говорили ранее, входит и новая многообещающая матрица 0,78 дюйма. А теперь, собственно, история компании. Если фирма JVC не нуждается в представлении, то ассим-2 знают не все. Вот что пишут на официальном сайте. SIM2 Multimedia – это итальянская компания по производству электроники, которая разрабатывает, производит и поставляет продукты для видеопроекции для жилых и коммерческих помещений. В мире, где доминируют крупные транснациональные корпорации, SIM2 – одна из немногих европейских компаний, которая благодаря своей твердой приверженности инновациям, ноу-хау и целенаправленной деятельности смогла завоевать выдающуюся мировую репутацию. Ежегодно компания инвестирует более 10% от общего оборота в исследования и разработки и обладает многочисленными международными патентами на оптику и электронику. SIM2 плотно сотрудничает с Texas Instruments, держателем интеллектуальной собственности в части всем известной технологии DLP. А это значит, что портфолио SIM2 состоит из проекторов на базе DLP. В этой исторической справке будут показаны проекторы с разрешением от 1080p и выше. Проекторы будут рассмотрены в рамках линейки, предусмотренных компанией SIM2. Для понимания положения проекторов в иерархии, а также их массово-габаритных характеристик, мощности, стоимости и периода производства, соответствующие данные будут размещены рядом с каждой из моделей. Линейка HT является одной из старейших. Тогда у SIM2 еще не было большого количества моделей и, по всей видимости, более детальное разделение проекторов по сегментам не требовалось. Отсюда и достаточно разношерстный состав от небольшого HT380 до 45-килодрамового HT5000. Обратите внимание на модель HT3000 с припиской HOST. С выносным блоком он подключается к проектору длинной оптикой. Такое решение еще нам встретится. Нетрудно догадаться, что Театро является наследником HT5000. Это все тот же трехчиповый проектор для больших экранов, но теперь еще и в двухламповой конфигурации. Линейка Domino берет начало с 2006 года и позиционируется как хенд для бедных. Сверху две модели на старом добром DMD 095, снизу две более современные шифтовые модели, одна из которых ультракороткофокусная с лазерным источником света. Все это одночиповые проекторы. XTV Line представлена одной единственной моделью с ультракоротким фокусом и предназначена для встраивания в тумбу или потолок. SIM2 называет это решение большой невидимый дисплей. Серии Crystal и Cube это относительно недорогие, в рамках модельного ряда SIM2 конечно, проекторы в стеклянном корпусе. Две модели слева попроще, с лампой и на Full HD матрице 0.65. Проекторы справа шифтовые, 4К. Источники света, лампа и лазер. Nero – одна из самых распространенных линеек. По особенности это касается модели Nero 3D. На борту одна матрица формата 0.95. Такие проекторы доступны и относительно часто встречаются на вторичном рынке. Другие проекторы Nero можно отнести к современным. Реализованы они на DMD 067, выдающем 4К посредством двукратного шифта. Достаточно крупный проектор Ciro. Позиционируется как решение с высокой яркостью. Это двухламповый Full HD проектор с одной матрицей. Серия Cinema включает два варианта моделей. Похожие на показанные ранее Ciro, проекторы Cinema 100 и 90 отличаются трехчиповым дизайном. И поистине уникальный проектор Quattro. Это исполинских размеров проектора с шестизначным ценником. Его особенность заключается в том, что это чуть ли не единственная на рынке модель на огромных коммерческих матрицах 1.38 дюйма, доступная для применения в домашнем сегменте. Mico Line. Очень популярные и по сей день актуальные модели высочайшего класса. Проекторы Mico являются одночиповыми. Внутри та самая DMD 095. Огромная оптика. Светодиодный источник света, который обеспечивает долгий срок службы и стабильность. Кроме этого, в некоторых моделях удачно реализованный и практически незаметно работающий димминг светодиодов увеличивает онов контраст до 15 тысяч к одному. При этом контраст по ANC также чрезвычайно хорош. LED-движок позволяет получать цветовой охват, близкий к BT-2020. В проекторе реализовано жидкостное охлаждение светодиодов. Слабое место Mico – это низкая яркость. Проблема частично решается с заменой светодиодов. Да, они изменяемы, на сегодняшний день производятся обновленные более яркие версии. И, наконец, линейка C3X Lumis. В проекторах от SIM2 в целом непросто разобраться, но уровень запутанности C3X Lumis вне конкуренции. Общее для этих моделей – это трехчиповый дизайн на базе матрицы 095. Это один из самых компактных трехматричных проекторов в индустрии. Lumis – поистине легендарный проектор, который, несмотря на возраст и разрешение, до сих пор по праву считается эталоном в сегменте ДК, поскольку обладает редким набором качеств и практически лишен слабых мест. Надо сказать, что современные модификации Lumis'а с незначительными изменениями дожили и до наших дней. Что же в нем примечательного? Рекордный для DLP онов контраст. А с учетом грамотно реализованной динамики, он может сравниться по уровню черного с L-COS проекторами от фирмы Sony. Рекордный ANSI контраст, по некоторым данным вплоть до 1000 к 1. Яркость и отсутствие радуги, отличная обработка движения и резкость объектива. Это те качества, которые в совокупности позволяют ему конкурировать даже с современными high-end 4K проекторами. Первым поколением можно считать модель C3X 1080. Далее идет серия C3X Lumis, включающая три модели. Среди них уже известная нам модификация HOST, а также варианты HC, HyperColor. На основе C3X Lumis также выпускались стековые модели из двух проекторов для пассивного 3D. Следующим поколением является Lumis Uno и Lumis 3D. Иногда они также встречаются с припиской C3X. В этом поколении впервые появляются активные 3D без использования второго проектора и ряд ключевых функций, о которых поговорим позже. Проекторы в модификации Uno традиционно лишены ряда важных функций. Из серии проекторов Lumis Plus, SuperLumis и Lumis AR. Наиболее востребованные на вторичном рынке Lumis это C3X Lumis и его разновидности, а также Lumis 3D. Количество вариаций проекторов, в том числе Mica и Lumis, обусловлено различиями функционали и оснащения. Отличие заключается в наборе ключевых технологий. На экране показано 6 наиболее значимых. Из интересного стоит упомянуть фирменную технологию 3D – Triple Flash. Вообще, 3D на Lumis считается чуть ли не эталонным, благодаря высокой яркости и частоте обновления по 72 Гц на каждый глаз. Также стоит сказать о функциях Pure Action – кадровый интерполятор, и Pure Movie – удваивает нативную частоту воспроизведения фильмов, которая составляет 24 Гц до уровня 48 Гц. и функция Dynamic Black, отвечающая за динамический контраст. Ниже показано распределение функций по проекторам, можете смело брать на заметку. Друзья, хотел бы отметить, что в этом ролике не будет затронут вопрос калибровки, замеров цветового хвата, подробных измерений яркостных и контрастных характеристик. В общем-то, всего того, что характерно для профессиональных обзоров и статей на соответствующую тематику. Подобного материала для испытуемых проекторов на просторах интернета предостаточно. Для заинтересованных ссылки будут в описании, тем не менее, некоторые базовые настройки были сделаны, но об этом позже. Сравнение проекторов на каком-то малорепрезентативном контенте было бы довольно скучным, поэтому было принято решение тестировать, опираясь на теорию. Посмотрим, как покажут себя проекторы при воспроизведении самых разнообразных изображений, от самых темных до самых светлых. Это позволит нам охватить диапазон возможностей проекторов настолько широко, насколько это возможно. И для того, чтобы понять принципы тестирования, нам потребуется немного углубиться в эту самую теорию. Один из подходов заключается в следующем. Мы подбираем изображения с различной ADL и сдвигаемся вдоль кривой графика контраста. Для тех, кто впервые слышит о графике контраста, дальше будет дано краткое пояснение. А если тема вас серьезно интересовала, на канале есть видео с подробным разбором. Ну а для товарищей, что называется, в теме, предлагаю перескочить вот на этот таймкод. В среде пользователей телевизоров широко используется термин APL, что дословно переводится как средний уровень изображения. В проекционной технике существует похожая метрика, называемая ADL – средняя яркость дисплея. Начать стоит с того, что контраст проектора величина непостоянная. Это связано с тем фактом, что чем больше света проходит через световой путь, тем больше возникает паразитных отражений, и тем ниже контраст. Другой момент, определяющий падение контраста проекции – это подготовка помещения. График, описывающий падение контраста, получает путем измерения яркости белого и яркости черного в нескольких точках при помощи специальных изображений шаблонов, содержащих определенный процент белого на черном фоне. Каждая пара изображений абсолютно эквивалентна, сделано это исключительно для удобства измерений. Крайнее положение графика – это контраст on-off и контраст по on-see. А сам график при измерении с объектива проектора показывает, насколько хорошо оптический блок управляется с паразитным светом, а при измерении с экрана – насколько хорошо это делает ваше помещение. У каждой проекционной технологии, да и у каждого конкретного проектора, этот график уникальный. В то же время есть такое понятие, как внутрикадровый контраст, который определяется композицией каждого конкретного кадра, сколько в нем светлых и темных областей, насколько они яркие и как расположены друг относительно друга. Этот контраст сильно зависит от возможностей проектора и проекционной технологии. Подробности в этом видео. Тестовые паттерны – это хорошо, но как отставить дела в реальном контенте? Для любого кадра на экране может быть вычислено значение ADL. На эту тему на канале также есть видео. Но сегодня мы воспользуемся специальной утилитой Косалин Паттерн Генерейтера. Ссылка в описании. Для чего вообще я это рассказываю? Давайте разбираться. В чем в сущности отличается кадр с изображением спелой вишни от изображения заката в тропиках или лица Волон-де-Морта крупным планом? Какое из этих двух изображений имеет большую среднюю яркость? Чем по этой части отличаются изображения бабочки и пейзажи с изображением горного озера? А как насчет вот этих картинок? Или этих? А может этих? А что если сравнить эти изображения с лисой и цветком? Или этот мрачный кадр из Интерстеллара с изображением аппетитного десерта? Хорошо, а что можно сказать об этих изображениях? Какое из них в среднем ярче и насколько? Интрига заключается в том, что все эти изображения – я имею в виду каждую группу изображений, за исключением последних четырех – имеют практически идентичный показатель ADL. Сравнить контраст изображения по видео крайне затруднительно. Если не сказать больше – практически невозможно. В особенности это касается случаев, когда световой поток проекторов отличается. В нашем случае этот аспект учтен и выводы по картинке вы сделать сможете. В дополнение в ходе сравнения я попытаюсь передать свой визуальный опыт, комментируя увиденное. Помимо картинок с различным значением средней яркости, будем сравнивать проекторы в главной дисциплине – воспроизведении фильмов. Для этого я выбрал несколько фильмов и вырезал из них все лишнее, оставив моменты, которые, как мне кажется, интересны с точки зрения зрелищности, и в то же время они являются достаточно разноплановыми по содержимому сцены, что будет полезно для получения представления о работе проектора. Но и это еще не все. Показательным, на мой взгляд, будет демонстрация работы проекторов как в подготовленном помещении, так и в помещении без подготовки. Итак, имеем два проектора от GVC и SIM-2. Данные экземпляры произведены в 2020 и 2010 году соответственно. Годы производства моделей приведены в соответствующих исторических справках. Пробег лампы на проекторах вы видите на экране. Цены на старте продаж составили 7000 и 36000 долларов соответственно. Дизайн проекторов отличается кардинально. Если GVC – это симметрия, строгие линии, стильные решетки воздуховодов, эдакий хай-тек, то SIM-2 – это сглаженные углы, плавные переходы, обтекаемые формы. Создается впечатление, что при разработке проектора учитывался коэффициент аэродинамического сопротивления. Думаю, многие согласятся, что внешний вид SIM-2 намекает на итальянские спорткары. Пульты управления выполнены в тон проектором. Как и положено, устройством такого класса имеет подсветку. У GVC управление и структура меню довольно сложны, но поняв логику работы, управление не вызывает особых проблем. А вот пульт SIM-2 имеет крайне запутанную логику. Впрочем, некоторые компоненты меню проектора также сделаны с итальянской изюминкой. Из интересного в GVC есть отключаемая автоматическая шторка объектива. На экране упрощенная схема использованного видеотракта. Было задействовано три источника сигнала. Это компьютер с видеоплеером VLC, использовался для воспроизведения некоторых единичных шаблонов в виде картины. Приставка Apple TV 4K в связке с программным медиаплеером Infuse. И консоль PlayStation 5 от Sony. Источники скоммутированы посредством HDMI 2.0-коммутатора, встроенного в AWI-ресивер OnQ. В ресивере отключено все, что может оказывать влияние на видеопоток. В частности, онскрин дисплей и функция обскейла до разрешения 4K. Вывод ресивера подключен к HDMI-сплиттеру с поддержкой HDMI 2.0 и способного работать в смешанном режиме воспроизведения Full HD и 4K одновременно, то есть обладает возможностью даунскейлера. Использованы оптические медные кабели того же стандарта. Расстояние проектора экрана составило около 3,1 метра, а результирующая диагональ порядка 100 дюймов с картинкой в так называемом режиме сплит-скрин. Были выполнены базовые настройки по тестовым шаблонам, в частности, настройки яркости, контраст, отвечающие за корректное отображение деталей в тенях и светах. Сравнение проекторов проводилось как в неподготовленном помещении, так и в полностью подготовленном помещении из черного бархата. Подробности в этом видео. Стоит добавить, что с тех пор подготовка была улучшена, до практически бескомпромиссного уровня. В частности, диван и пол перед экраном были покрыты черным бархатом. В предыдущей версии склепа не хватало штора из того же тройного черного бархата по стороне справа от экрана. Теперь она у меня есть. И сделана она аналогично тому, как это было реализовано с левой стороны от экрана, на съемной штанге. Все перечисленные выше компоненты сделаны из той же марки бархата – Triple Black Velvet. Трехчиповый DLP проектор значительно ярче одночипового при прочих равных. Ведь он не содержит цветового колеса и не выводит цвета последовательно, за счет чего и снижается световой поток. Поскольку мы сравниваем два, скажем так, пожилых проектора, их яркостные характеристики могут прилично отличаться от новых. Тем не менее, их световой поток был выровнен, благо проекторы такого высокого класса имеют дополнительные, помимо режима работы лампы, средства контроля яркости. Подробнее про яркость и ее расчет в этом видео. Оба проектора имеют механическую ручную диафрагму. Регулируется ступенчато при помощи приводов с пульта дистанционного управления. Например, у JVC она выглядит так. Диапазон регулировок сильно отличается. У JVC такая диафрагма имеет 15 ступеней и регулируется с шагом в единицу от 0 до минус 15. И позволяет снизить световой поток проектора в 3-4 раза в зависимости от положения зума. Десятиступенчатая диафрагма в SIM 2 снижает световой поток примерно на 10%. Здесь итальянцы применили странное решение. В положении 0 диафрагма закрыта, а в положении 100 соответственно полностью открыта, что, согласитесь, совсем не очевидно. Диафрагма оказывает влияние как на контраст UNOV, так и на ANSI контраст, но об этом позже. Дополнительным средством контроля яркости является, конечно же, режим работы лампы. В JVC она двухпозиционная и снижает световой поток в полтора раза. В среднем на откалиброванных серийных проекторах JVC 7000 серии световой поток в зависимости от таких факторов, как положение зума, ручной диафрагмы, режим работы лампы и положение фильтра DCI может варьироваться от 220 до 1580 люмин, что позволяет засветить экран с усилением единицы размером от 70 до 180 дюймов при 16 футламбертах или около 55 нит на экране. А в SIM 2 мощность меняется в диапазоне от 230 до 280 Вт с шагом 10 Вт. То есть в 5 шагов и влияет на световой поток примерно на 18%. Проекторы SIM 2 Lumis способны выдавать яркость примерно от 820 до 1700 люмин, что соответствует экрану размером от 130 до 190 дюймов при тех же в 16 футламбертах яркости. Проекторы JVC долгие годы удерживали пальму первенства по части уровня черного и нативного волнов контраста. X7900 практически последний продаваемый вплоть до декабря 2022 года проектор X-линейки. В иерархии JVC модель X7900 является притоповой, отличающейся от флагмана X9900, незначительно сниженной яркостью, порядка минус сталью, контрастом минус 5000 к одному. Говоря около и примерно, я подразумеваю определенный разбег значений, присущий серийным экземплярам. Контрастность он-офф для 7000 серии в среднем составляет порядка 37-38 тысяч к одному, а контрастность по ANSI до 300 к одному. Образцов из публикуемых тестовых ревью. На практике у реальных владельцев ANSI контраст чаще находится в диапазоне 150-200 к одному, в зависимости от конкретного экземпляра, и даже у флагманских проекторов 9000 серии, для которых комплектующие выбираются вручную. Нужно отметить, что на контраст оказывают влияние такие вещи, как ручная диафрагма и положение зума объектива. Собственно, о последнем на канале есть отдельное видео. Переходите по ссылке, если еще не посмотрели. Хотел бы поделиться интересным наблюдением. При определенном сочетании настроек на моем JVC заметно снижается он-офф контраст. В попытке показать разницу, фото были максимально переэкспонированы. Комбинация настроек следующая. Режим изображения натуральный. Цветовой профиль видео. Мощность лампы низкая. CMD кадровая интерполяция. Активно. Предлагаю владельцам JVC проверить этот момент на своих проекторах и поделиться в комментариях. А еще при отключении режима низкой задержки, что обычно происходит при использовании интерполятора, происходит компрессия видеопотока со сжатием цветовой субдискретизации и понижением битности. Что касается SIM2, его нативная контрастность по опубликованным замерам в зависимости от настроек колеблется в пределах от 5000 до 7000 к 1. Контраст по методике ANSI, судя по данным из различных источников, показывает приличный разброс. От минимальных 500-600 к 1 до максимальных 1000 к 1. Несколько слов о средствах увеличения контраста. Как было отмечено ранее, механическая диафрагма влияет на яркость, но при этом существенно изменяется и контрастность. Обратите внимание, как изменяется нативный он-ов контраст и контрастность, измеренной по методике ANSI, в зависимости от положения диафрагмы. Замеры взяты с известного немецкого сайта. Помимо ручной диафрагмы, в JVC X7900 предусмотрена и автоматическая, чаще ее называют динамической. В отличие от ручной диафрагмы, расположенной перед лампой, динамическая размещена внутри объектива. А ее работа примерно выглядит так. На JVC X-серии довольно часто встречаются нарекания на работу динамической диафрагмы, поскольку при ее работе нередко возникают артефакты в виде так называемого эффекта накачки. Это выражается в заметных перепадах яркости при смене темных кадров на яркие и наоборот. А иногда и в виде цветовых искажений, связанных с некорректно работающей компенсацией гаммы. Многие пользователи отмечают проблемы при работе диафрагмы и склонны отключать эту функцию. Благо и без того высокий нативный контраст JVC вполне устраивает большинство требовательных киноманов. Часть владельцев признает работу DD корректной, тем не менее, все же предпочитают выключать ее. В целом, в работе динамической диафрагмы JVC существует множество нюансов, зависящих от конкретных настроек проектора. В особенности это касается старших моделей JVC, где помимо динамической имеется и статическая ручная диафрагма. На работу ручной диафрагмы также имеют место на регане. Ее может подклинивать в процессе регулировки. Очевидно, что механика работы подсистемы диафрагм в JVC реализована не лучшим образом. В SIM2, так же как и в JVC, имеется система на базе двух диафрагм. Сделана она совершенно по-другому. В частности, динамическая диафрагма в SIM2 в ситуальном пути расположена до матрицы, а ручная после, в то время как в JVC наоборот. Динамическая диафрагма расположена сразу за лампой, и в сборе с блоком управления выглядит так. DD на SIM2 срабатывает согласованно с компенсацией гаммы, и эта функция известна под торговой маркой Dynamic Black. В меню проектора есть соответствующая настройка, которая имеет три положения. Выключено, режим видео и режим муви. Два последних отличаются агрессивностью работы. Муви обеспечивает лучший уровень черного, но при этом перепад яркости заметен более отчетливо. В целом, на SIM2 одна из лучших реализаций динамической диафрагмы. Но если придираться, все же ее работу нельзя назвать идеальной. В некоторых кадрах с пограничной яркостью она вызывает мерцание. Кроме этого, в некоторых случаях заметен вышеупомянутый перепад яркости. Речь идет о преимуществе на наиболее агрессивном режиме – муви. Режим видео лично для меня оказался наиболее оптимальным. По информации сети диафрагма удваивает контраст. Про свой проектор могу сказать, что коэффициент для видео и муви разный, и субъективно он больше, чем x2. Точных измерений я не проводил, но беглый замер показал, что уже в видео множитель составил порядка x4. Теперь кратко остановимся на эффекте гала, который представляет собой световые ореолы вокруг ярких объектов и наиболее ярко выражен на проекторах, матрицы которых реализованы на жидких кристаллах, например 3LCD и L-Cose. На этом изображении данный эффект на GVC виден, что называется, в полный рост. Для наглядности фото сделано с увеличенной экспозицией, и в действительности гала выглядит примерно так. Друзья, если вам интересно узнать подробности о природе этого явления, рекомендую просмотру это видео. Проекторы высокого класса, как правило, обладают возможностями, максимально облегчающими их инсталляцию. Например, на этом видео показано применение сохраненных настроек объектива на проекторе GVC. Объектив выставляется в нужное положение автоматически при помощи электроприводов. SIM2 имеет электропривод зуммирования объектива и память, но сдвиг объектива механический. Управление сдвигом осуществляется при помощи шестигранника. Рассмотрим положение проектора ножками вниз при размещении, например, на тумбе или столике. Сдвиг объектива вверх возможен на величину до 50%, а вниз всего на 10%. Что это означает на практике? При размещении проектора на полке под потолком проекция будет располагаться слишком высоко. Таким образом, единственный вариант – переворачивать проектор ножками вверх, то есть потребуется дополнительный кронштейн. Также следует помнить, что горизонтальные сдвиги объектива у SIM2 полностью отсутствуют. GVC оснащен сдвигами вверх и вниз на внушительные 80%, что позволяет легко разместить проектор на высокой полке в положении ножками вниз. Кроме того, GVC имеет и горизонтальные сдвиги на 34%, также моторизированные. Но нужно понимать, что одновременное применение вертикальных и горизонтальных смещений имеет физические ограничения, как показано на этом графике. Проекционное соотношение TR, именуемое в простонародье «бросок», в спецификациях производителей указано следующим образом. Для GVC минимальный TR составляет 1,4, а для SIM2 с объективом T1, именно такой установлен в моем проекторе – 1,38. Почему я говорю о минимальных значениях проекционного коэффициента? Это связано с тем, что большинство пользователей используют свои проекторы при максимальной настройке зума. На практике GVC оказался более короткофокусным. По моим замерам, его бросок составил 1,36. Для SIM2 этот показатель оказался равным 1,38, что вписывается в 5% диапазон погрешности обычно допускаемый производителем, что отмечено в документации. Качество оптики сложно оценить в отрыве от других компонентов проекционной системы. Постараемся сделать это по косвенным признакам. Внешнее обрамление объектива GVC чуть больше, но внутренняя, видимо, его часть заметно меньше, чем у SIM2. Если постараться взглянуть внутрь объектива, то у GVC можно увидеть несколько широких линз со светлым обрамлением, в то время как у SIM2 удалось разглядеть лишь одну узкую светлую полоску, что в теории должно давать меньше вторичных засветов внутри объектива. Программная четкость. При настройке подобных подсистем важно соблюдать баланс, для того, чтобы снизить количество артефактов и неестественность картинки. Следует отметить, что пороговая настройка, при которой появляются дефекты изображения, может плавать в зависимости от особенностей контента. Поясню. Основные артефакты, генерируемые при работе усилителей четкости, это двойные или ложные контуры и шумы. Конечно, здесь имеется в виду случай, когда эта настройка чрезмерно завышена. Первый, наиболее ярко выражен на SIM2. На GVC картинка становится пластиковой с так называемым перешарпом, как при цифровой обработке фотографии. К примеру, в этой сцене из аватара при выкручивании настройки sharpness количество и яркость звезд существенно возрастает, но при этом, если взглянуть на детали корабля, можно увидеть нечто похожее на двоение. Вторая проблема – шумы. Характерны для обоих проекторов. И она зависит, во-первых, от качества контента, во-вторых, от дополнительных настроек, ну и в-третьих, от особенностей технологии. Влияние видеотракта и видеопроцессинга в источнике сигнала здесь опустим, так как в нашем случае они идентичны. Для теста я выбрал фрагмент из фильма «Миссия неуполнима» «Протокол Фантом», поскольку этот фильм изначально имеет достаточно зернистый видеоряд, что будет показательно при тестировании. Проектор GVC был настроен на воспроизведение в разрешении 4К, то есть функция оптического сдвига и shift была активна. Настройка, отвечающая за четкость MPC, была установлена в низкое положение. Затем в среднее, после чего уровень шумов возрос. И, наконец, в максимальное положение, где зашумленность изображения достигла пика. В настройках проектора SIM2, помимо опции Sharpness, отвечающей за резкость, есть два режима – графический и видео. В данном случае Sharpness установлена в низкое положение, а режим выбран графический. Далее, в том же графическом режиме Sharpness установлена в среднее положение. И затем в максимальное. После этого аналогичная процедура была проведена для режима видео. Что можно отсюда вынести? Очевидно, режим график SIM2 генерирует значительно меньше шумов. По фото можно сделать вывод, что в режиме видео картинка SIM2 шумнее, чем на GVC. Но в действительности с места просмотра этот шум менее заметен. Прожив какое-то время с обоими проекторами, могу сказать, что шум GVC регулярно отвлекал от просмотра. Что практически и не происходило при просмотре кино на SIM2. Справедливости ради стоит сказать, что в самых темных сценах шумов на GVC не видно. А на SIM2 они, по крайней мере, заметны. А вот так это выглядит на видео. Для удобства сравнения, видео воспроизводится в замедленном режиме. Продолжение следует... Далее для теста был использован шаблон 10% серого, представляющий собой еле заметный серый прямоугольник на черном фоне. На нем почти наверняка можно напоймать шум на DLP проекторе. На этом фото с выкрученной экспозицией видно, что на GVC шумы практически отсутствуют. Дополнительно, этот момент был проверен с деактивированной функцией E-Shift в разрешении 1080p. На SIM2 в режиме видео этот шум был ожидаемо обнаружен. Откровением стал режим график, где проблема фактически ушла. Для полноты картины вот так это выглядит на видео. Детализация В этой дисциплине, безусловно, впереди GVC, несмотря на 1080p разрешение матриц. Технология E-Shift работает и работает хорошо. Так ее работа выглядит в замедленной съемке. Небезызвестный шаблон QBF Quick Brown Fox в разрешении 4K спроецирован проектором GVC следующим образом. Настройка усилителя четкости MPC сначала в низком положении, затем как водится в среднем и в высоком. 1080p версия этого шаблона на SIM2. Настройка Sharpness в низком положении, в среднем и в максимально возможном. Не совсем полезно, но интересно было вывести 4K версию QBF на проекторе SIM2. Так, проектор с родным разрешением матриц 1080p героически пытается отрисовать шрифты и линии 4K шаблона. И комбинированный кадр для сравнения. В роли дополнительного бенчмарка по части детализации была взята качественная фотография мегаполиса в разрешении 8K. Для каждого из проекторов с одной точки практически в упор к экрану проводилась съемка небольшого участка этого фото. На фото представлено изображение с проектора GVC в разрешении 1080p. Функция MPC регулируется от низкого до высокого положения по аналогии с предыдущими тестами. Активация функции E-Shift с переходом в режим с разрешением 4K тут же добавила детализацию изображению. В светящихся окнах темного небоскреба стало видно нечто похожее на разделители стеклопакетов. А на часах в башне справа очертания цифр. Манипуляции усилителем четкости дополнительно подчеркивают детали. Что до SIM-2, особых сюрпризов здесь не ожидалось. Но стоит отметить, что по крайней мере в разрешении 1080p этот проектор прорисовывает детали лучше, чем GVC. Завершает этот раздел сводное фотосравнение в протестированных режимах. Резкость, обусловленная микроконтрастом или попиксельная резкость. Это та особенность, которая при сопоставимом качестве оптики всегда обеспечивала DLP-проектором преимущество в остроте изображения. Обусловлено это особенностью DLP-технологии, которая традиционно способна управлять более резкими переходами свет-темнота, в том числе на уровне отдельных пикселей, которые по совместительству являются микрозеркалами, каждый из которых может отклоняться, перенаправляя световой поток. Все это приводит к тому, что, к примеру, шахматная доска с размерностью клеток в один пиксель выглядит на DLP куда более контрастно, чем на конкурирующих технологиях. Здесь, вне всяких сомнений, впереди SIM-2. Пиксельная решетка. Технология L-COS славится наименьшим среди конкурентов межпиксельным расстоянием. Это обеспечивает наименьшую заметность пиксельной решетки и высокий коэффициент заполнения экрана, что дает практически бесшовность и монолитность изображения, снижение ступенчатости тонких наклонных линий. Так выглядит пиксельная решетка проектора JVC при выводе в разрешении 1080. При активации технологии 4K и Shift и без того едва заметная пиксельная сетка практически исчезает, обеспечивая фактически аналоговое изображение. Пиксели сложно разглядеть, даже подойдя в упор к экрану. Собственно, фотографии, которые вы видите, сделаны с минимально возможного расстояния. А вот так выглядят пиксели проектора SIM-2. Сравниваем все варианты. К сожалению, передать через видео особенности обработки движения и работу кадровых интерполяторов не представляется возможным. Подавляющая часть претензий к качеству передачи динамики в кадре имеет место в основном при просмотре кино в нативных 24p. И в общем-то сводится к двум моментам. Первое. Смазывание движущихся объектов. Motion Blur. Он характерен для sample and hold дисплеев. К ним относятся матрицы на жидких кристаллах, например, L-COS от JVC и Sony, и 3LCD от Epson. И второе. Движение рывками или строп. Обычно встречается при съемках с панорамированием. У неискушенного пользователя первый пункт, как правило, вызывает меньше вопросов, поскольку многие просто не видят этой проблемы. Или попросту используют кадровую интерполяцию. Тем не менее, проблема имеет место, и производители проекторов на ЖК-матрицах пытаются с этим бороться. Например, Sony использует такую функцию, как BFI – вставка черного кадра. А JVC использует разгон L-COS панелей. А вот строп картинки – явная и довольно раздражающая особенность, вынуждающая многих использовать функцию промежуточного расчета изображения. Возвращаясь к рассматриваемым проекторам, SIM2 и JVC, я провел несколько синтетических тестов, но не смог увидеть разницы. Более того, была исследована и такая метрика, как MPRT, продвигаемый порталом BlurBusters, занимающимся исследованием и стандартизацией в сфере передачи движения. Парадоксально, но на JVC этот параметр незначительно, но оказался лучше, чем на SIM2. Однако иная картина складывается, когда речь идет о длительном просмотре фильмов. Со временем движение в кадре на JVC заставляет концентрироваться и обращать на себя внимание. Пожив с JVC продолжительное время, для себя решил, что смотреть без интерполятора мне неприятно, хотя и с ним я не был полностью доволен. На SIM2 при просмотре кино в целом моушен не отвлекает, и в сценах с очень быстрым движением, если присматриваться, разборчивость движущихся объектов выше. Хотя проблема строба никуда не делась. Остановимся подробнее на работе системы интерполяции кадров. В моей версии проектора от SIM2 такая функция отсутствует, а в JVC работа интерполятора в низком положении хоть и неплоха, но и идеальной ее работы не назовешь. Эффект мыльной оперы сведен к минимуму, и артефакты встречаются крайне редко. Например, в сцене вроде этой, где герой Тома Круза пролетает на веревке вдоль небоскреба Борджа Халифа, в четвертой части миссии неуполнима. Тайм-код 1 час 2 минуты. Или в этой сцене из фильма «Остров» 2005 года с Юином Макгрегором и Скарлетт Йоханссон. Тайм-код 49 минут 50 секунд. Возвращаясь к теме строба, вот фрагмент из фильма «Римские приключения» 2012 года, где хорошо виден этот артефакт. Продемонстрированные видеоролики не являются записью с проекционного экрана и приведены справочным. Резюмируя, должен отметить, что вопрос передачи движения и использования, или наоборот неиспользования промежуточного расчета изображения при просмотре фильмов, является остро дискуссионным. В этой части я постарался описать свой личный визуальный опыт. Как мне кажется, вопрос восприятия динамики исключительно индивидуален, и зависит от особенностей зрительного аппарата и индивидуальных предпочтений. Перед тем, как непосредственно перейти к сравнению проекторов бок о бок, в основном боевом режиме, воспроизведений фильмов, отмечу ряд моментов, на которые вам следует обращать внимание при просмотре. Один из них — это пресловутые черные полосы. Все мы знаем, что большинство фильмов снимается в формате 2.35-2.40 к 1, что довольно сильно отличается от привычных нам 16 к 9. Мало кого это устраивает, в связи с чем был придуман ряд приемов, призванных бороться с этим явлением. Среди них — светомаскировочные накладки или шторки из светополощающего материала. Существует как автоматизированная, так и не автоматизированная светомаскировка. Другой вариант — аноморфные линзы, которые растягивают по горизонтали предварительно вытянутые вверх и вниз изображения, с тем, чтобы была задействована вся площадь матрицы проектора и использован весь его световой поток. Во время просмотра фильма черные полосы выступают в роли лакмусовой бумажки, дополнительно напоминающие о недостатке внутрисценового контраста GVC. Этот недостаток в той или иной степени проявляется в довольно широком диапазоне сцен, за исключением, пожалуй, самых темных, где в дело вступает высокий он-офф контраст. Нет, я не хочу сказать, что контраст внутри кадра на GVC так плохо. Речь идет о прямом сравнении с SIM 2. Становится очевидным, что GVC наиболее требовательный к подготовке помещения, и в качестве дополнительной меры я бы посоветовал использовать светомаскировочные решения или экран формата CinemaScope. В этом случае даже самый придирчивый киноман будет доволен результатом. Что до SIM 2, то здесь ситуация иная. Черные полосы светлее, чем хотелось бы в кадрах по содержанию близких к квадрату Малевича. Резюмируя вышесказанное, на мой субъективный взгляд, динамического диапазона SIM 2 оказалось вполне достаточно, чтобы в среднем за просмотр фильма черные полосы не вызывали беспокойство и не отвлекали внимание от просмотра. Для начала сравнение уровня черного. Обращаю внимание, что представленные фото переэкспонированы, в действительности разница не столь заметна. Вся динамика выключена, уровень черного как есть. Здесь динамик Black на проекторе SIM 2 в среднем положении, а здесь в максимальном. На этом фото включена динамическая диафрагма на GVC. На SIM 2 динамика выключена. Динамика на SIM 2 в режиме видео. И в режиме муви. Еще раз повторюсь, на глаз разница воспринимается не так контрастно. Переходим к шаблонам ADL. В данном случае показан шаблон 1% белого. Черный фон на GVC выглядит слегка темнее, примерно так это видно глазами. Шаблон 2% белого. Яркость черного примерно одинаковая. На шаблоне 5% черный фон на GVC заметно светлее. На 10% паттерне черный GVC ожидаемо становится еще светлее. На следующем фото шаблон 20%. И 50% шаблон в виде шахматной доски, он же паттерн для измерения контраста по методике ANSY. Черные квадраты заметно темнее на SIM 2. На фото может показаться, что GVC ярче, но это не так. А теперь все то же самое в неподготовленном помещении. Что здесь можно сказать? В принципе, тестовые шаблоны показывают схожую с подготовленным помещением динамику. Но все же GVC заметно больше теряет контраста по мере приближения к 50%. Обычно ANSY-контраст проекторов в неподготовленном помещении примерно одинаков. Также бытует мнение, что глаза не так восприимчивы к контрасту в светлых сценах. Но учитывая тот факт, что разницу в данном случае видно невооруженным глазом, а значит разница в контрасте минимум вдвое, совершенно очевидно, что SIM 2 гораздо лучше сохраняет контраст даже в помещении без подготовки. Сравнение на картинках с различным значением средней яркости было проведено в подготовленном помещении и в помещении без подготовки. Все последующие изображения будут представлены в таком же виде, как здесь. Каждое из трех изображений – это по аналогии с предыдущими тестами снимок проекционного экрана, на котором выводится картинка с обоих проекторов одновременно. Во всех случаях в левой половине проекция SIM 2, а в правой, соответственно, проекция GVC. Там, где на SIM 2 активирована или наоборот выключенная функция Dynamic Black, это помечено соответствующим текстом. В правой нижней четверти отображается значение ADL для этого изображения, для гаммы 2.4, использованное в моем случае. Для стандартной гаммы 2.2 значение ADL, как правило, немного выше. Имейте это в виду. Пожалуй, сказать здесь больше нечего. Начнем просмотр картинок. Этот небезызвестный кадр из Interstellar – один из самых темных, что можно встретить в кино. Как видно на фото, динамика на SIM 2 работает очень хорошо. Темный глубокий, но все же немного не дотягивает до уровня GVC. Поскольку сцена крайне темная, разницу с подготовленным помещением заметить трудно. Хотя в действительности она есть. Изображений нам предстоит просмотреть достаточно много, поэтому подробно буду останавливаться лишь на некоторых из них. Вы всегда можете поставить видео на паузу для более детального просмотра и анализа. На этом изображении с ADL 0.25% динамик Black также срабатывает, что, впрочем, неудивительно. С точки зрения контраста победитель GVC. На следующих картинках ситуация с работой динамики на SIM 2 аналогичная, но по части конечного результата в плане контраста и уровня черного победитель не столь очевиденна. В данном случае на первом фото с динамик Black в выключенном положении на проекции SIM 2 заметна характерная пелена, свидетельствующая о нехватке онов-контраста. Ситуация выправляется при включении динамик Black. В подготовленном помещении оба проектора выглядят заметно контрастнее. Несмотря на все еще очень темные с точки зрения ADL кадр, работа динамики не столь очевидна, что наводит на мысли о присутствии некоего анализа композиции кадра на SIM 2. Этот фрагмент с обилием темных областей и отсутствием крупных ярких источников света выглядит интереснее на GVC. SIM 2 без динамики явно проигрывает. А на этом изображении остановлюсь поподробнее. Обратите внимание на источник света позади персонажей. Похоже, что это фонарь или прожектор. На снимках слева гала от этого яркого источника засвечивает голову девушки, да и на самом деле большую часть правого полукадра. Заметно, что лицо выглядит как бы высветленно и не контрастно. В то время как в подготовленном помещении этот эффект выражен в меньшей степени. Что касается уровня черного, то в неподготовленном помещении SIM 2 без динамики выглядит похуже, а с динамикой наоборот выигрывает. На следующих кадрах динамик Black продолжает работать с различной степенью заметности. По части контраста и уровню черного, на некоторых фото впереди GVC, на некоторых SIM 2. Хотя процент белого практически не изменяется. Продолжая рассматривать картинки с постепенно возрастающей средней яркостью, можно отметить, что SIM 2 с активированной динамикой во многих, казалось бы, очень темных сценах обеспечивает уровень черного как минимум не хуже, а в ряде случаев даже лучше GVC. Стоит признать, что при этом на SIM 2 в некоторых случаях имеет место заметное падение яркости, которое видно при сравнении бок о бок с GVC. Просматривая картинки, мы незаметно добрались до рубежа в 2%, той самой точки, где в теории пересекаются графики контраста проекторов. И что мы здесь видим? Действительно, черный на SIM 2 даже без динамики выглядит глуже, чем на GVC. Конечно, все зависит от специфики конкретного кадра, но в целом тенденция сохраняется. Кстати, о специфике. Если обратите внимание на это изображение, фон вокруг хвоста рыбки кажется заметно светлее, чем остальная часть полукадра, в особенности углы, которые столь же темны, как и фон на левой половине изображения. По всей видимости, это связано с пресловутым эффектом гала, и при удалении от светлых участков уровень черного постепенно восстанавливается, что четко согласуется с теорией. В данном случае контраст на GVC ведет себя аналогичное изображение с рыбкой на темном фоне, которое мы рассматривали ранее. На этих фото правые полукадры выглядят заметно более плоскими. Остановимся на этом изображении. На самом деле по фото не вполне очевидно, какой из проекторов контрастнее в данном конкретном случае. Но если вы обратите внимание на оттенок волос, то можно заметить, что слева цвет более глубокий и насыщенный, а справа напротив – блеклый. Это не связано с цветовым охватом или настройками цветопередачи, и, судя по всему, является ничем иным, как с цветопередачей, определяемой контрастом. Этот достаточно светлый кадр имеет неожиданно низкий показатель ADL. Обратите внимание на оттенки кожи и волос, а также на яркость черных полос и сделайте выводы самостоятельно. В данном случае крупная белая область фактически рушит контраст GVC, тем не менее в подготовленном помещении контрасты и пластика вдали от этой зоны отлично восстанавливаются. На этом изображении видно, что черные на 7.2 заметно глубже. В подготовленном помещении уровень черного GVC кардинально улучшается, но все же не дотягивает до уровня 7.2. На этом снимке картина похожа, но преимущество 7.2 в уровне черного не столь велико, как в предыдущем примере. В структуре изображения множество источников света, и мелкие объекты ими окруженные выглядят более рельефно на 7.2. К примеру, фонарные столбы, светофоры, автобусные остановки и другие подобные объекты проще считываются, то есть выделяются, и лучше различимы на общем фоне, именно на проекции 7.2. Если сравнивать с предыдущими изображениями, близкими по значению средней яркости, на этом фото с большими черными областями, высокий онов контраст GVC действительно помогает, и все же, если присмотреться, черный фон неба едва заметно, но светлее, чем на 7.2, и контур прожектора менее разборчив. Если обратить внимание надежду игроков, то видно, что форма на игроке с четвертым номером чернее, и при этом на ней хорошо различимы складки. Подбираемся к 10% по ADL. По этой картинке можно отметить следующее. Правый полукадр в сравнении с левым имеет как будто бы пастельные тона, и заметно меньшую глубину. Этот кадр примечательен тем, что открытые участки неба кажутся чернее на GVC. Остальные довольно яркие изображения не показывают каких-либо сюрпризов. 7.2 выдает более пластичное, объемное изображение. Стоит также признать, что подготовка помещения кардинальным образом влияет на результат демонстрируемой GVC, что в очередной раз подтверждает ее необходимость в целом и для проекторов GVC в частности. Субтитры создавал DimaTorzok Видео, снятое с проекционного экрана, которое будет показано далее, представляет собой 4 совмещенных фрагмента. Верхнее отснятое в неподготовленном помещении, а нижнее, соответственно, в подготовленном. При этом два левых полукадра – это проекция GVC, а два правых – проекция GVC. Важно понимать, что каждый из полукадров снят в так называемом режиме сплитскрин с одного экрана одновременно. Затем полукадры для подготовленного и неподготовленного помещения были совмещены. На экране серия фрагментов фильмов в формате SDR. Еще раз напомню, что верхняя половина кадра – это съемка в неподготовленном помещении, а нижняя напротив в подготовленном. Одновременно с этим в левом полукадре картинка с проектора SIM-2, в то время как в правом – с GVC. Вы всегда можете поставить на паузу, чтобы детально рассмотреть интересующие вас фрагменты. В данном случае мы видим кадры из Аквомена. Здесь и далее всегда обращайте внимание на оттенок черных полос. Он подскажет, где контраст выше. Что касается других аспектов изображения, общие принципы в целом сохраняются. За SIM-2 оптическая резкость и насыщенность цветов в светлых сценах. За GVC повышенная детализация в тех релизах, где это действительно имеет место, и более широкий цветовой охват, а также глубина цветов в темных сценах. Обратите внимание на глубину цвета волос главной героини Эмбер Хёрд. Проектор SIM-2 в этой сцене демонстрирует отличную пластичность, и глубина цвета в основном определяется контрастом. Обобщая, можно сказать, что все кадры, снятые при ярком солнечном свете, совершенно явно выглядят интереснее на проекторе SIM-2. Что касается оппонента, специфика его картинки носит мягкий, пленочный характер. Цвета выглядят пастельно, и в целом изображение менее резкое, несмотря на большее количество шумов. Также стоит отметить, что в таких ярких сценах разница в оттенке черных полос между проекторами видна как в подготовленном, так и в неподготовленном помещении. Короткий отрывок из «Аватара» подтверждает предыдущий опыт. А вот в этой космической сцене для меня впервые случилось откровение, признаясь, что здесь я ожидал лидерства JVC. Но что же мы видим? Черный цвет космоса глубже на SIM-2, и огромное количество абсолютно живых, пульсирующих и мерцающих звезд. На JVC, несмотря на способность отображать больше деталей за счет функции повышения разрешения, звезд видны меньше, и они не такие яркие, как на SIM-2. Резкие очертания космического корабля, контуры облаков, рельеф планеты – все это в сумме представляет изображение SIM-2 в куда более выигрышном цвете, независимо от подготовки помещения. Казино «Рояль» – одна из наиболее популярных частей Бондианы, кадры из которой неоднократно фигурируют в различных статьях, тестах и обзорах проекторов. По части контраста все более чем очевидно по видео. Разница видна как по черным полосам, так и по отдельным элементам изображения, таким как борта катеров, самолетов, оттенку кожи главного героя. Сцена «Соблазнение» с участием Бонда и героини актрисы Катерина Мурина прекрасно смотрится на обоих проекторов, но лидер с точки зрения контраста в левой половине кадра. Темная сцена с поездом смотрится интереснее на GVC. SIM-2 отстает, но незначительно. Помогает диафрагма. А в этом эпизоде советую обратить внимание на брусчатку, слева она выглядит куда более четко. Следующая серия сцен говорит сама за себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дюнкерк. Одно из последних произведений Кристофера Нолана можно использовать в качестве референса для оценки качества изображения. Характерность сцена на причале показательна в плане сравнения уровня черного, глубина которого вполне очевидно прослеживается как по черным полосам, так и по форме военных. Интерстеллар того же Нолана, хоть и является научно-фантастическим фильмом о космосе, но на самом деле содержит очень мало сцен с изображением глубокого черного космического пространства. Напротив, в кадре часто присутствуют очень яркие объекты и контрастные переходы свет-темнота, с которыми лучше справляются проекторы, основанные на технологии ДЛП. В то же время есть и эпизоды с обилием черного и без явных ярких источников света, где пальму первенства удерживает JVC. Посмотрите на правый полукадр. По оттенку космической пустоты видно, как здорово в данном случае JVC прибавляет в контрасте в подготовленном помещении. И, конечно же, та самая сцена с крайне низким показателем ADL, на которой с проекторами JVC практически невозможно конкурировать на равных. По видео очень сложно увидеть, но поверьте, разница очевидна и глубина черного впечатляет. В эпизоде, где корабль пролетает сквозь червоточину, за исключением отдельных кадров со световыми вспышками, в основном лидирует JVC. А в следующих отрывках, наоборот, Сим-2. Джон Уик, пожалуй, можно отнести к фильму, который в целом смотрится выигрышнее на проекторе JVC. Темная стилистика съемки, а также, вероятно, качество релиза – все это в комбинации делает картинку JVC очень вкусной. Да, во многих сценах Сим-2 выигрывает в проработке контраста, но не стоит забывать, что контраст хоть и главный, но не единственный критерий качества изображения. Дождливые ночные улицы мегаполиса, приглушенный рассеянный свет – это стихия, в которой JVC чувствует себя, как рыба в воде. А вот залитая солнцем пустыня – это про Сим-2. Преимущество в контрасте видно не только по оттенку черных полос, но и по глубине цвета песков. Идем дальше. Здесь мы видим обилие стекла и света. Сим-2 лидирует по части контраста с явным преимуществом. Но цвета на JVC мне нравятся больше. Люси и Люка Бессона, как мне кажется, один из примечательных в плане картинки фильмов. Несмотря на 10-летний возраст, лента выглядит более чем хорошо. В среднем по фильму отставание JVC в контрасте не столь велико. Вместе с тем проработка локальных контрастов на Сим-2 выглядит впечатляюще. При этом стоит отметить наличие заметной нехватки разрешения в ряде моментов при сравнении с JVC бок о бок. Здесь я имею ввиду сцены, где лицо главной героини Скарлетт Йоханссон показано крупным планом. И при детальном рассмотрении видно, что отдельные волоски ее шевелюры отображаются в виде лесенки, что, собственно, совершенно не видно на JVC. Что касается влияния подготовки к помещению, то здесь мы снова видим, как здорово JVC прибавляют в уровне черного, оптимизированном при помощи черного бархата помещений. В конце фильма есть эпизод, где большая часть экрана залита белым цветом. В таких условиях любому проектору не сладко. По факту же уровень черного Сим-2 здесь на несколько тонов темнее, независимо от наличия бархата в комнате, что позволяет ему показывать объем в отличие от плоской картинки JVC. Еще один фильм-бенчмарк для видеосистемы – Обливион с Томом Крузом. Фрагменты фильма, снятые в мрачно-серо-синих тонах с рассеянными источниками света, отлично смотрятся на обоих проекторах. Если придираться, конечно, можно выявить лидера. Но в процессе просмотра динамично меняющегося киноряда этот вывод сделать затруднительно. Природные пейзажи при дневном свете прекрасно отображаются на Сим-2. Крайне темный кадр с закуривающим персонажем Моргана Фримена Сим-2 отображает без потери деталей, хоть и не может похвастать столь глубоким черным фоном, который наблюдается на JVC. Ну а моменты, снятые при ярком солнечном свете, вполне ожидаемо блистательно рисуют трехчиповый ДЛП. Обратите внимание, как скачет яркость черных полос на JVC. При этом, даже в наилучшем случае, уровень черного JVC не дотягивает до уровня оппонента. Стоит отметить, что в ряде случаев, например, в некоторых кадрах, кажущихся довольно светлыми, глубина черных полос JVC оказывается конкурентоспособной. Возвращаясь к скачкам яркости черных полос, хочется отметить одну интересную, на мой взгляд, особенность. Просматривая различные эпизоды на Сим-2, таких скачков не замечаешь. Так хорошо проектор сохраняет контраст. Очевидно, такая особенность еще более усиливает вовлеченность, происходящая на экране. Комната страха Комната страха – это достаточно старый 2002 года и довольно неплохой триллер Дэвида Финчера. Картинка изобилует моментами, снятыми в полумраке. Такой тип изображения импонирует устройством с высоким нативным контрастом. И здесь JVC определенно чувствует себя в своей стихии, хотя его оппонент уверенно справляется с задачей. Влияние подготовки помещения на таком типе контента заключается в эффекте кажущегося усиления резкости, обусловленного возросшим контрастом. «Пассажиры» – фильм 2016 года с Крисом Праттом и Дженнифер Лоуренс. Кино с потрясающей картинкой. Здесь оба проектора проявляют себя очень достойно. Парадоксально, но космические пейзажи выглядят хорошо на Сим-2, а яркие кадры в интерьерах корабля не выглядят заметно хуже на JVC. Появление ярких источников света в кадре не провоцирует таких заметных перепадов яркости черных полос на проекторе JVC, как это было в фильме «Обливиан». В интерьере помещения, которое вы видите на экране, присутствуют повторяющиеся подсвечивающиеся арки. Так вот, на проекторе Сим-2 на них присутствует едва заметная зубчатость. Одна из впечатляющих по своей красоте сцен в баре заметно приятнее смотрится на Сим-2. Все это великолепие бликов, красок и отражений в очино-трехчипового ДЛП. Картинка на JVC в данном случае выглядит куда более пресной. Стоит также отметить повторение истории с зубчатостью на дугообразных элементах декора. Моменты, когда главный герой выходит в открытый космос, отменно отображаются на проекторе JVC. Здесь все как мы любим. Глубокий черный космос, яркие звезды, приятные глазу цвета. Это справедливо, за исключением отдельно взятых эпизодов, где крупным планом показаны подсветки скафандра. Некоторые кадры при теплом освещении выглядят, что называется, залипательно, независимо от того, кто их проецирует. Вообще, картина насыщена такого рода красотами, и порой можно поймать себя на мысли, что этот фильм стоит смотреть хотя бы ради получения эстетического удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok Очередным испытанием для наших проекторов стала нарезка из 0.07 координаты Skyfall. Не вдаваясь в детали и полагаясь на опыт просмотренных ранее отрывков, поведение проекторов на конкретных фрагментах видеоряда в целом предсказуемо. Различия в резкости, контрасте и цветах видны невооруженным глазом, как непосредственно на изображении, так и по оттенку черных полос. В частности, в некоторых частях видео по ним можно заметить, как проседает и снова восстанавливается контраст GVC при появлении ярких объектов на экране и последующего их исчезновения соответственно. Панорамы ночного города в подготовленном помещении радуют глубоким черным на обоих проекторах. В отличие от помещения, без подготовки, где черный цвет не столь глубок и на видео отображается с синематым оттенком. Отснятое в ярком солнечном свете, как водится, лучше выглядит слева. При этом снова нужно подчеркнуть, как хорошо GVC восстанавливает контраст в помещении, обработанном черным бархатом. Напоследок, несколько отрывков, где нет прямых солнечных лучей, а имеет место дневной рассеянный свет. Мне нравится, как с этим справляется GVC. Хоть он и уступает в контрасте с M2, картинка полностью меня устраивает и не вызывает никаких вопросов. А вот здесь картинка GVC смотрится контрастнее, несмотря на более светлые черные полосы. Сим 2 в данном случае не спасает даже диафрагма. Думаю, многие согласятся с тем, что Valerian, город 1000 планет, имеет отличный визуальный ряд. В общем и целом, все, что нужно знать о различии проецируемых картинок, видно из этого видеоряда. Не вижу смысла здесь что-либо комментировать, и предлагаю заинтересованным просто ставить на паузу и сравнивать понравившиеся кадры. Благо смотреть и правда есть на что. И решение задачи из ряда «найди 10 отличий» не представляет в данном случае особого труда. Игры. Коротко коснемся темы работы проекторов в видеоиграх. Первое, что хотел бы показать, это задержка вывода, она же input lag. Зная паспортные данные GVC в специальном режиме низкой задержки, а это 38 миллисекунд, теоретически можно сравнить отклик проекторов, одновременно проецируя с них на один экран. По умолчанию мой GVC настроен как раз на режим LLM Low Latency Mode. Видно, что задержка проекторов практически одинакова. Справедливости ради, справа все же можно заметить крохотное запоздание картинки при остановке движения. Также хотел бы отметить, что при одновременном просмотре проекторов, что называется, живьем, движение на GVC кажется каким-то жилеподобным. Не знаю, с чем это связано, с небольшим запозданием картинки, обусловленным задержкой или особенностями передачи динамики. А теперь выключим LLM и сохранившуюся, включенной с предыдущего использования, настройку интерполятора 7D. Как видим, картинка справа двигается с явным запозданием. Включаем интерполятор в положении низкий. По ощущениям, задержка если изменилась, то не сильно. Настройка CMD в положении высокое увеличивает лаг. Что касается непосредственно визуального восприятия игрового процесса, можно сформулировать ряд общих выводов. О деталях поговорим позже. В данном конкретном случае разница в деталях есть, и она вполне очевидна. JVC способен работать с повышенным разрешением, и игровая графика является тем типом изображения, где это без труда можно разглядеть. Настолько ли это критично? Наверняка вопрос искушенности игромана. Все-таки способность JVC по части разрешения довольно ограничена. В лучшем случае здесь идет речь про разрешение 2К, причем полученное оно путем оптического наложения картинок, что подразумевает небольшое замыливание. С поправкой на не самую выдающуюся оптическую резкость и микроконтраст мы имеем на экране чуть лучшую по деталям, более сглаженную, будто с включенным анти-алиясингом, но менее резкую картинку, чем у конкурента в лице Сим-2. В плане видимой разницы в контрасте дела обстоят аналогично фильмам. В данной конкретной игре очень много эпизодов, где приходится перемещаться в темных помещениях с фонариком, где контраст с JVC выходит на первый план. В противоположность яркие эпизоды блистают на Сим-2. Теперь о деталях. Нетрудно заметить, что мелкие повторяющиеся объекты, к примеру, трава, ветви, деревьев, волосы, на JVC выглядят без заметной пикселизацией ступенчатости. Справедливость ради, это можно увидеть только, если разглядывать статичную или медленно движущуюся картинку. При этом изображение JVC кажется немного шумноватым. Те из вас, кто знаком с игрой, знают, что в настройках есть опция искусственно создающая помехи на изображение, чтобы придать игре более киношный, эдакий плёночный вид. Хотел бы подчеркнуть, что эта настройка была предварительно выключена. В этом эпизоде игры мы можем сравнить, насколько тёмными на фоне яркого солнца проекторы способны отображать свалы деревьев. Субтитры добавил DimaTorzok Если обратить внимание на деревья, растущие на склонах в горы, их можно увидеть на заднем плане. На изображении слева они выглядят более яркими и резко очерченными. А если присмотреться к проводам линии электропередач, на JVC они выглядят заметно более сглаженными, в то время как на SIM2 под определенными углами присутствует некоторая зубчатость. Что касается воды и прочих бликов и отражений, то, конечно, с SIM2 здесь конкурировать нереально. Настолько хорошо ему это удается. Выводы я попытался отразить в графическом виде. Обращаю внимание, что диаграммы, которые вы здесь видите, не подкреплены какими-либо инструментальными измерениями, а отражают лишь субъективную оценку автора. Проектор, лидирующий в одной из представленных дисциплин, автоматически получает оценку 100 баллов, а аналогичный показатель конкурирующего проектора выставляется уже относительно 100. Исходя из этого, диаграмма, отражающая сравнение проекторов по качеству изображения, выглядит, как показано на экране. Прокомментирую некоторые из представленных критериев. Под эффектом восстановления контраста подразумевается то, как сильно повлияла подготовка комнаты на контраст проектора. Сопротивляемость падению контраста по оптическому тракту означает, как сильно снижается контраст проектора от яркости сцены. Аналогичный параметр по неподготовленному помещению подразумевает то, насколько проекторам хорошо удается сохранять контраст в комнате без подготовки. По остальным пунктам все должно быть понятно. Отмечу лишь, что такие параметры, как пикселизация и детализация, довольно сильно зависят от качества контента и расстояния просмотра, так что их влияние для некоторых пользователей может оказаться несущественным. Что касается оснащения проекторов, тут бесспорный лидер JVC. В проекторе есть все, что нужно, и даже больше. SIM2 на его фоне смотрится, мягко говоря, скромно. Детально аспекты оснащения проекторов были рассмотрены в видео ранее, поэтому останавливаться здесь я не вижу смысла. А мы переходим к следующей диаграмме, которая является попыткой проанализировать, скажем так, предрасположенность проекторов к тому или иному типу контента. Зная сильные стороны проекторов, нетрудно догадаться, что, собственно, на них смотреть. JVC подойдет любителям игр и фильмов с низким средним показателем ADL, к примеру, хорроры или триллеры, а также космическая фантастика с преобладающими сценами в глубоком космосе. Так на JVC здорово выглядит сериал про пространство и мрачные фэнтези вроде Гарри Поттера. Прекрасно смотрятся некоторые другие стилистически подходящие фильмы и сериалы, такие, как упомянутый ранее Джон Уик. При наличии качественного томаппинга JVC крепко дружит с контентом в 4К HDR. Что касается игр, здесь я отдаю предпочтение JVC, ввиду отсутствия пикселизации, ступенчатости наклонных и повторяющихся прямых объектов и контраста в сценах, которые условно назовем сценами с фонариком. В то же время, следует подчеркнуть, что контраст проекторов в играх проявляет себя аналогично контрасту в фильмах. Так что с поправкой на расстояние просмотра и размер экрана, а также предпочитаемый жанр игр, ряд геймеров резонно предпочтет проектор Sim 2. Что по итогу, Sim 2 обходит JVC в большинстве дисциплин, касающихся качества изображения, и в целом, несмотря на скудное оснащение, представляется более сильным проектором, подходящим для большей части контента. Что, собственно, неудивительно, исходя из разницы в стартовой цене. Да, стоит признать, что он уступает JVC в самых темных сценах, но для одних эта разница в уровне черного не будет столь существенной, а другие просто смирятся с этим фактом, дабы не лишать себя удовольствия наблюдать то, как Lumis блестяще отрисовывает картинку во всем остальном яркостном диапазоне сцен. Проектор JVC более чем достойный аппарат, имеющий ряд рекордных характеристик и позволяющий творчески подходить к процессу настройки с тем, чтобы добиться перфекционизма в любом сценарии использования, тонко подстраиваясь под условия просмотра и тип контента. И таким образом он вполне способен удовлетворить вкус самого требовательного киномана. JVC подойдет любителю темных фильмов и просто поклоннику пресловутого глубокого черного. Также JVC можно назвать проектором для энтузиастов, готовых к экспериментам с кастомами гамма, кривыми, 3D-латами и рендером мат-VR, спокойно относящимся к глубокому погружению в настройки, чтению форумов и ставящих перед собой цель выжать максимум из своего аппарата. Ну а лучшим выбором для любого любителя кино, пожалуй, будет обладание обоими проекторами, чтобы иметь возможность выбирать оптимальный инструмент для просмотра того или иного контента. Собственно, так и поступают многие киноманы в тех же США. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Поддержать автора и канал можно, последовав в описании под видео. Всех вам благ, друзья, и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»